Музыка Здравствуйте! С вами проект Секреты Плюс. Мужская передача о настоящих красивых женщинах. Что такое женственность? И сегодня у нас в гостях очаровательная актриса, телеведущая, тренер по продажам Галия Усапирова. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Добро пожаловать к нам! Как вы стали медийной личностью? На самом деле я как бы не планировала стать медийной личностью, но мечта была с детства. И так получилось, что где-то два года назад я начала искать себя и задавать вопросы, что я могу. Я думаю, что у многих был какой-то кризисный период в жизни, когда я начинаю задавать себе вопросы. Именно в этот момент я случайно, можно сказать, наткнулась на объявление о медиакадемии и увидела Ирина Жмухамедову, позвонила, пришла на кастинг. И, в общем, вот так вот начала свою медийную жизнь. Ну, то есть вы получали образование в Кастанской медиакадемии, да? Скажите, а вот какой был любимый предмет у вас в КМА? Ну, конечно, это уроки актерского мастерства, это уроки Ирины. На самом деле все уроки очень интересные. Так смотришь, кажется, что актерская работа, она как бы легкая, да? А когда я поступила в медиакадемию, поняла, что это настолько такой большой труд, оказывается, что и дыхание надо поставить, и дикция там, и, получается, тело раскрепощать, да? Работа над пластикой, работа над голосом. И помимо того, что еще нужно актерское мастерство развить. Но самые интересные уроки для меня это были с Ириной, конечно, актерское мастерство. Как раскрыть себя, в общем. — Галя, вы сейчас снимаетесь в сериале «Энциклопедия счастливых чудовищ». Вот можете немного рассказать о вашей героине? — Ну, когда я первый раз прочитала сценарий, на самом деле моя героиня, она полностью противоположность меня, можно так сказать. Если в жизни часто в мою сторону говорят «стерва», но это оправданно, да? То есть у меня какой-то такой характер, более стервозный. Я редко бывает, что жалуюсь, да? А моя героиня постоянно жалуется вечно, грубо говоря. Но где-то какая-то жертвенность в ней присутствует. И когда она не знает, как выйти из какой-то ситуации, в моем случае у меня наоборот. То есть я всегда знаю, как я выйду из ситуации, у меня все запланировано, да? То есть истерики у нее часто, например, могут быть. Я это в жизни себе как бы позволить не позволяю, да? То есть я почему и поступила в медиакадемию? Потому что у меня, грубо сказать, проблемы были с эмоциями, да? Выразить эти эмоции. А моя героиня, она наоборот может заплакать легко, выразить эти эмоции. В общем, эмоциональные, скажем так. В отличие от вас. Да, в отличие от меня. Галя, вот когда вам впервые дали прочитать сценарий к этому сериалу, вы помните, какие у вас ощущения были? Ощущения были, ну, волнительные, потому что я вот думала, как я сыграю ее. В общем, переживания какие-то даже, можно сказать, были. Но очень интересный момент был с этим сценарием. Он оказался для меня пророческим, так скажем. У нас Глюбохора, она как обладает какой-то, не знаю, чуткостью, как она... Так получается, что у нас у многих какие-то по сценарию многие моменты начали сбываться. У кого какие роли были по сценарию, да? Например, что именно? Например, это уже будет спойлер, да? Например, моя героиня, мы полгода репетировали, что она узнает о своей беременности. И так получилось, что пока съемки начались, я тоже забеременела, как вжилась в роли, скажем так, да? Настолько, что в реальности... Это счастливый случай, конечно. Я знаю, что, ну, мы все знаем о том, что сейчас вашим партнером по фильму является Фима Иванов. Расскажите, насколько с ним легко или, может быть, сложно работать? На самом деле, я очень сильно переживала, когда я узнала, кто будет мой муж, и мы начали... Познакомились, ну, приветствие такое было немножко холодное, но когда мы начали читать вместе сценарий, репетировать, то оказалось, что он очень такой простой, легкий, открытый. И я не знаю, как будто мы знали друг друга, наверное, сто лет. Мы там очень хорошо сдружились прям. И так получилось, что мы где-то 10 сцен отсняли за 5-6 часов. И, да, и он сказал, это первые мои такие съемки, где было очень быстро, потому что мы как будто вот на одной волне были, какую-то волну поймали, и текст мы очень быстро учили, и импровизировали, и как-то вот чисто-чисто-чисто-чисто с одного дубля, как бы у нас получилось вот так вот. Тандем такой хороший получился. Прям нашли друг друга. Да, как муж и жена. А я также, Галя, знаю, что вы на Алматы фильм-фестиваль прошлись по красной дорожке. Вот расскажите вообще ваши чувства, что вы чувствовали в тот момент, и вообще удалось ли вам почувствовать себя звездой? Ну, отчасти да. Это вообще была мечта моя, да, тоже. Я думаю, многие девушки мечтают о том, что пройтись по красной дорожке, да, пускай это будет фестиваль и не фестиваль. Ну, конечно, мне хотелось бы выглядеть, там, надеть какое-то другое платье, но так как я была в интересном положении, я себе это позволить не могла. Но сам факт то, что я прошла, и когда вообще там энергетика совсем другая, да, сама энергетика настолько завораживала, что хочешь-не хочешь, ощущаешь себя звездой. Ну да, это не то чувство, когда идешь, заходишь в ресторан, красная дорожка такая, да, это совсем другое. Да, там хочешь-не хочешь, ты, в общем, себя ощущаешь этой отчасти звездой, и это здорово будет. Ну, что самое главное вы вынесли для себя, чему научились на съемках сериала? В первую очередь, наверное, выражать эмоции, потому что и в моей профессии это очень важно, да, выражать эмоции. И такой вот полезный момент был. Бывает так, что вот дома какие-то конфликтные ситуации бывают в реале, да, в реальной жизни. И как-то я была с Фимой как раз на съемках, а у нас были такие сцены, где моя героиня могла поистерить от души, где-то поплакать. И когда у меня муж забирал со съемок, он говорит, что ты молчишь? Я говорю, сегодня ругаться не будем, я на съемках это все сделала. То есть мощный выброс энергии, и на самом деле это в жизни пригодилось. И я очень редко могу выбросить эту энергию, это надо куда-то в горы поехать или там в караоке быть, да, чтобы выбросить эту энергию. И благодаря съемкам я научилась в первую очередь этому выбрасывать энергию. А вообще вот муж как реагировал на то, что у вас есть еще один муж, но только на экране? На самом деле мы вот сколько, почти 15 лет вместе, и мы научились друг друга поддерживать. И он, когда я сказал, что я хочу заняться актерским мастерством, он был за, мы за развитие друг друга. Мы вместе посещаем очень много тренингов и поддерживаем интересы друг друга. Поэтому, когда я сказал, что я хочу заняться актерским мастерством, он как бы нормально на это отреагировал, и он понимает, что это... Мне говорилось с пометкой, чтобы там не было постели. Ну, я думаю, любой мужчина скажет об этом, и любой муж скажет, что он будет против. Не так, что это просто для пиара, для сериала, да, а когда это действительно нужно для роли, и она как-то связана, да, получается, с этой ролью, тогда, конечно. Ну, в принципе, он не против того, чтобы я росла в этой отрасли, а то, что муж, он понимает и адекватно на это реагирует. Ну, да, вот я и хотел задать такой вопрос, если вам продюсер предложит откровенные сцены в съемках, вот как бы отнеслись к этому? Ну, я говорю, бывает же такое, что кто-то снимает откровенные сцены для того, чтобы там пропиариться, да, или этот же фильм, или просто для того, чтобы там как была, в общем, такая сцена, да. А бывает так, что роль сама требует того, чтобы раскрыть, скажем так, персонаж, нужно, чтобы это было, да, тогда возможно, я думаю, так рассмотреть это. Ну, в общем, вы готовы. Галя, а есть роль, о которой вы стремитесь и о которой вы мечтаете? Ну, даже не знаю, какую роль бы я хотела бы, о которой мечтала. Вообще, я мечтала, когда бывала на тренингах, там говорят, какая у тебя мечта, нужно было записать или озвучить ее. Я всегда так говорила, что у меня мечта сыграть в фильме с Уилл Смитом, я его очень сильно обожаю, да, и там мне будет без разницы, какая там будет роль, да. Я знаю, что помимо того, что вы актриса, да, вы еще и тренер. Вот, подробнее, чему вы тренируете на тренингах? Я тренер по продажам, но когда ты тренируешь по продажам, очень важно, чтобы человек умел преподнести, в первую очередь, себя, прежде чем что-то продать. Как недавно мне кто-то сказал, вы это учите продавать для тех людей, которые на улице кричат молоко, молоко, да. Молоко, да. Я говорю, нет, это как раз только тот случай, как не надо продавать, да. То есть я обучаю именно прямым продажам. Есть такие продажи, когда просто кассир стоит и к нему подходят клиенты, да, а есть продажи, когда ты наоборот, человек даже не думает, что купить, а ты, получается, так преподносишь, что у него появляется потребность это купить, и он еще и это покупает, да. И, конечно, там плюс бывают такие моменты, что нужно провести какие-то тренинги по развитию личности. На самом деле продажа – это целое искусство, которому нужно учиться, и там и ораторское искусство есть, там многогранное, так скажем. Многогранный должен быть человек, чтобы научиться продавать. Скажите, Галина, а чему вот вы учите, у вас же дети есть, да, чему вы учите из ваших детей, и вот каков главный принцип, ваш главный принцип в их воспитании? Я придерживаюсь такого мнения, что не нужно учить детей, воспитывая себя, говорит, да, вот, чтобы воспитать детей, нужно воспитать себя, потому что бесполезно говорить каждый день, что нужно чистить зубы, если ты сама их не чистишь, да, и для меня очень важно, чтобы, потому что у нас так получилось, что, не знаю, или у меня так было, в общем, сам менталитет наш, и в садике, в школе почему-то часто бывает, что наша индивидуальность, я, подавляет. Потом еще и родители бывают, что начинают запрещать, и говорят, что детям делать, да, и как-то дети теряют свое «я». Мы за то, чтобы дети умели высказывать свои мнения, чтобы они не теряли свою индивидуальность, и мы постоянно задаем вопросы, да, что он хочет, как он это хочет реализовать, и какая-то, не знаю, свобода, чтобы у детей была. А так, в основном, мы занимаемся собой, и когда я смотрю, как у меня, получается, три дочки, и когда я смотрю, вот старшая, она, получается, в школу ходит, в средний, в садик, и когда они рассказывают, как они провели день, мне очень нравится их подход, как они относятся к жизни, как они относятся к людям, и я думаю, что надо продолжать просто работать над собой. Я также знаю, что вы совсем недавно стали мамой, уже в третий раз. Сейчас, конечно, все внимание на младшую доченьку вашу. А как вы распределяете обязанности по дому? На самом деле, да, вот месяц, как я родила, на самом деле, третью, три девочки, и у меня есть помощница, которая помогает мне по дому, потому что нереально успевать и заниматься собой, и, получается, работой, да, и детьми. Ну, помогает в основном там по домашним определенным делам, потому что у нас с мужем такая философия. Зачем тратить время на то, да, что нужно тратить время на то, что принесет, не знаю, какие-то, тому, чтобы ты будешь развиваться. От того, что ты дома сидишь, это такая кропотливая работа, которую никто не замечает, и вроде бы как бы пользы никому не приносит, да. А ты, получается, если это все время тратить на себя, ну, на самом деле, это хорошее вложение, лучше инвестиции, когда ты это время инвестируешься в знания, так скажем, в развитие. Ну, конечно, бывают такие моменты, когда мне приятно самой что-то сделать, там, приготовить, так же, и убраться. Мы, как бы, дети не избалованные, они тоже вот убирают свои комнаты, это как бы нормально, то, что в воскресенье, или, как говорят, субботники, или воскресенье у нас бывает такое. В воскресенье, да, все вместе начинаем убираться, и как бы это весело, не так, что это надо, да, а то, что я хочу это сделать. И поэтому, вот, это опять же о том, что я говорил, чтобы человек был свободный, да, чтобы он это делал от того, что он хочет, а не потому, что это надо. В общем, как-то так. Галя, вот вы мама троих детей, наверняка у вас есть секрет, как выглядеть вот так вот замечательно, как сейчас, вы буквально месяц говорите после родов, поделитесь. Ну, на самом деле, никаких секретов нету, просто надо любить себя, я так думаю. Если ты любишь себя, то все будешь успевать. Я, на самом деле, не понимаю, когда говорят, что или я занимаюсь детьми, или я занимаюсь работой, или я, там, занимаюсь личностным развитием. Мне кажется, человек должен развиваться, ну, как всесторонний, и физически, и духовно, и получается эмоционально развиваться, то есть все успевать. И поэтому нужны иногда какие-то помощники, иногда нужно прибегать к каким-то мерам, чтобы ты могла это все успеть. А потом есть такая хорошая фишка, называется планирование. Часто у нас мы не успеваем многие вещи, потому что не планируем. С бухты барахта начинается деньги, и так получается вся жизнь. А когда ты, получается, планируешь, в общем-то, все успеваешь. Ну, и напоследок, Галия, ваши пожелания зрителям, как стать актером и сниматься в кино? На самом деле, я желаю, чтобы человек нашел себя, вовремя начал задавать себе вопросы, потому что я подумала, почему я раньше себе этот вопрос не задала. Почему я раньше не подумала и не вспомнила, о чем я мечтала в детстве. Возможно бы сейчас уже к этим годам, да, был бы совсем другой результат, да. Но никогда не бывает поздно, поэтому... Задавать себе какой вопрос? Задавать себе вопрос, кто я есть, что я могу, чего я хочу. Потому что часто бывает, что в быту мы забываем задавать себе эти вопросы, чего я хочу. Входим в рутину. Да, поэтому просто напоминать себе, о чем я мечтаю, что я хочу. Это вот, по-моему... Вот это вот я желаю, чтобы человек находил время задавать себе эти вопросы. Ну что ж, Галия, спасибо большое, что вы пришли к нам в гости. Мы желаем вам всего самого наилучшего, чтобы вы и дальше развивались. Творческие штуки снимались побольше, попозже в сериалах, фильмах. И радовали своих зрителей своими работами. Спасибо. Мы хотим сказать о том, что передача «Секреты плюс» закончилась. Это программа «Мужская передача» о настоящих женщинах. До свидания. До следующей встречи. «Мужская передача»